всем привет сегодня буду подготавливать картофель к посадке и прежде чем его посадить я его обработаю препаратом престиж к с производитель байер препарат отлично себя зарекомендовал пользуюсь им уже два года в первый год когда я посадил картофель у меня он весь погиб я так понимаю вот fit of от фитофтороза весь почернел раньше чем нужно картофель был но очень мало кроме того был проволочник потом мне соседка порекомендовала такой препарат и что произошло последние два года я постоянно обрабатываю как им картофель картофель растет отлично собираю очень хороший крупный урожай если вы посмотрите у меня есть ролики про сбор картошки что это за препараты так пойдемте сразу табличку туда и посмотрим как его использовать вам будет не видно по ходу сейчас приближу вот срок ожиданий кратность обработок то есть он работает в течение 60 дней с момента обработки и посадки расход у меня получается примерно 10 килограмм картофеля это 15 миллилитров на 200 миллилитров воды помогает от проволочника колорадского жука ли вирусов риза кто не осве вообще не знаю что это такое от спасает от парши что часто бывает у картофеля кроме того нет фитофтороза и прочих грибковых заболеваний расход рабочей жидкости 1 литр на 100 килограмм у меня будет 15 200 миллилитров жидкости на 10 килограмм но раствор будет немножко послабже 15 миллилитров на 200 миллилитров воды работать я буду в респираторе препарат выглядит вот так вот баночки раньше были ампулы пластиковые которые неудобно использовать потому что используешь препарат по минимуму остается много и ампула остается открытой теперь делать таких банках 60 миллилитров его цена покупал его сегодня в районе 4 450 рублей но это нормальная цена это недорого срок годности кстати если вот это увидели дату изготовления сентябрь 18 года срок годности у него четыре года отмеряла препарат обычным шприцом на 10 кубиков вот уже готовый раствор сейчас буду производить опрыскивание перчатки использовать не буду но респиратор обязательно одену все одеваю респиратор также не буду пользоваться перчатками хотя вам рекомендую руки потом красные будут но они прекрасно отмываются можно помыть с мылом класс опасностью препарата 3 то есть умеренно опасны в принципе большинство препаратов которые используются садоводстве они как раз 3 класса опасности либо меньше вернее больше то есть чем больше класс опасности тему безопаснее получается вот так если первый самый опасный то дальше 3 и 4 менее опасный все перемешиваем начинаю опрыскивать ведре и затем выкладываю на пленку добрызгиваю здесь у меня картошка немного всего 60 клубни я планирую в этом году посадить купил пакет картошки там было всего 40 поэтому взял домашнюю порезал ее так чтобы оставались глазки видите живые этот срез не страшно мы сейчас его обработаем никто его не поест так брызгаем на срез брызгаем опять ведро пользуюсь этим препаратом уже третий год надеюсь в этом году мне также не подведет жуков колорадских не наблюдается проволочник тоже так 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 пахнет он приятно кстати не вонючий сейчас обработаем просушим и завтра посадим уже пора каждый год сажаю картофель около 10 мая дома насколько помню в деревне в детстве сажали на 9 мая как раз было всех выходные и в это время все занимались посадками на огороды такой химии не пользовались но и результат был не очень потому что очень много картофеля болела паршой паршать такие на росту на картошке они в принципе не критичны но внешний вид картошки портат наверное мне слышно глухо препарат опасен для пчел и для лягушек ну соответственно человеку хорошего ничего не принесет но когда подойдет срок к сбору картофеля препарат уже будет неактивен и быть безопасен так ставим на паузу ну вот все мои 62 картошки побрызганы оставляю сушиться и завтра либо послезавтра высажу их в огород попробуйте действительно классное средство и в принципе безопасны всем спасибо за просмотр ставьте лайки пока